Приветствую вас, дорогие друзья! Дорогие мои, в прямом эфире телеканала СНЛ, надеюсь, вы взяли кружечку вашего кофе. Давайте вместе будем общаться следующие 40 минут, 30 минут, вернее, 35 минут, и мы будем вместе искать лица Господня и рассуждать вокруг Священного Писания. Дорогие мои, приветствую вас в эфире интернет-общины Дом Веры. Очень-очень рад, что вы присоединились ко мне. Если вы хотите мне комментарии писать, то вам нужно зайти на сайт домверы.ру. Сейчас на экране вы увидите, это наша интернет-община, мы встречаемся здесь постоянно, кроме субботы и понедельника. Все остальные дни мы находимся вместе. Это второй урок на тему «Маленькие незначительные люди могут делать великие-великие вещи, могут делать великие исторические вещи». «Маленькие люди могут совершать великие чудеса». За основание мы взяли местописание. Местописание о муравьях. Мы взяли местописание. Давайте, если возможно, откроем сейчас вместе. Это находится у меня такая здесь мега-библия. В Старом Завете. Давайте откроем притча 30-я глава. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Притча 30. И начнем отсюда читать. Вот 24-й стих 30-й главы. 24-й стих 30-й главы. Вот четыре малых на земле, они мудрее мудрых. 25-й стих 30-й главы. Муравьи народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Муравьи народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Такое потрясающее заявление. Мы вокруг него рассуждали. Мы говорили о муравьях. Знаете, муравьи никогда не голодают. Вот они пищу заготавливают. Вы когда-нибудь видели голодных муравьев, которые требуют социальной поддержки от государства? Или от кого-то, и они требуют, что же ты за человек такой, что ты нас не кормишь? Нет, я никогда не видел муравьев, которые бы... Вообще даже они не голодают. Почему не голодают? Да потому что они целеустремленно, постоянно ищут, постоянно копаются. Они не жалуются на свой размер. Я маленький, несостоятельный. Нет, они используют возможности, которые им предоставлены. Муравьи мудрые. Они заранее предвидят и принимают решение. Посмотрите, муравьи народ не сильный, но летом. Я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Они летом. Они понимают сезон, когда хороший урожай, нужно заготавливать пищу. Что обычно делают люди, когда у них вдруг пошпер хороший сезон в жизни? Когда у них вдруг начались... Ну, хорошая прибыль пошла. Или там... Они заключили хороший контракт. Что они начинают делать? Они начинают тратить, тратить, тратить. Вместо того, чтобы заготавливать на зиму. Многие люди думают, что когда у них наступит лето, то и когда начнется урожай, у них никогда не будет зимы. Но после самого урожайного сезона осени, когда ты собираешь урожай за крома свои, когда у тебя урожай прет, у тебя урожай все идет, после этого наступает самый дурацкий сезон. Холодная, противная зима, длинная. Когда ничего не растет, ничего не цветет, ничего... Когда снегом все покроет и все умирает, все тишина. Только их скрут. По снегу ходишь, скрипишь. Нельзя, не нужно искать яблоки. Но я люблю яблочки. Да, ты любишь яблочки, но не нужно их искать среди зимы. Все, нету, пропали. Их нету. Если ты не заготовил, яблок у тебя не будет. Муравьи не жалуются. Они заранее принимают решения. У них стратегическое мышление. Они летом заготавливают пищу на зиму. Почему многие из нас страдают? Да потому что мы не планируем жизнь. Надо предвидеть обстоятельства. Нужно смотреть наперед. Нужно смотреть, что будет через 10-15 лет. Нужно смотреть за своей жизнью и прокладывать траекторию вперед на холодные, на хорошие времена. Мудрость муравья – это принцип предвидения. Он предвидит. Он понимает сезоны. Он понимает цикличность жизни. Он предвидит. Когда у тебя начинается хороший сезон, начинай заготавливать пищу. Да, теперь это навсегда. Это вечная осень. Не бывает вечной осени. Не бывает вечной осени. Нету. Бывают хорошие сезоны, бывают плохие сезоны. Сидит мужик грустный, грустный. К нему подходит другой. Чего мужик такой грустный? Он говорит, знаешь, вот есть белая полоса, а есть черная полоса в жизни. На следующий день приходит к нему этот же человек, смотрит, вообще, он такой грустный, вообще. Ему-то так плохо. Сидит вообще. Он говорит, что случилось? Он говорит, знаешь, в жизни бывает белая полоса и бывает черная. Ну? Так вот, вчера была белая. Вы знаете, многие люди, когда у них начинается хороший урожайный сезон, они не откладывают, не закладывают. Они... Будь эффективен, когда пруха. Давайте так. Будь эффективен. Вспомните Иосифа. Йосю. Йосю, он собирал в житнице 7 лет, пока был хороший сезон. Когда наступил плохой сезон, он был обеспечен, и вся страна была обеспечена. Благоразумный видит беду и укрывается. Притча, 22 глава, 3 стих. Притча, 22, 3. Благоразумный видит беду. Он издалека видит. Господи, дай нам зрение, чтобы видеть. Открой нам глаза, чтобы видеть, когда беда наступает. Пускай Бог откроет твои глаза. Пускай Бог откроет твое духовное зрение. Сделать тебя способным видеть беду. Различать духов. Различать ситуации, когда трудности. Когда плохой сезон, чтобы ты различал. Когда хороший сезон, чтобы ты различал. Пускай Бог откроет твое духовное зрение. Благоразумный способен предвидеть будущее. Бог показал нам планы. Бог раскрыл нам свои планы. Вы знаете, недальновидность приводит к неприятностям в жизни. Она приводит к трагедиям. Близорукость. Когда я не только вот здесь, перед носом своим. Смотри вперед. Смотри к цели. Стремлюсь к цели. К званию. Высшему званию. К почести высшего звания в Христе Иисусе. Я стремлюсь. Многие люди, они не смотрят к цели. У них только так. Вот сегодня здесь что там у нас? Под носом ковыряется. Не ковыряйся под носом. Смотри наперед. Муравьи народ не сильный. Слабаки. Ты слабак? Окей. Но твоя сила в предвидении. Слабак побеждает силача предвидением. Он видит до того, как видят все остальные. До того, как это станет фактом. Плохой сезон это неплохо. Плохо, когда был хороший сезон, и ты не видел, что будет плохой сезон. За хорошим сезоном всегда следует плохой сезон. Так устроена жизнь. Зима, лето, цикличность жизни. Аминь. Недальновидность приводит к неприятностям. Мудрые муравьи, мудрые творения. Они заготавливают пищу заранее. В этом их мудрость. Они видят. Если у тебя нет семейного бюджета, если у тебя нет планирования, если у тебя нет заготовки, ты не заготавливаешь, тогда ты поступаешь глупо. Старайтесь изо всех сил сделать все возможное в вашей жизни, чтобы вы были приготовлены. Вы знаете, собирайте себе сокровища на небесах. Мы говорили в прошлый раз. Заготавливайте. Есть не только вещи, дома, машины. Но самое главное, заготавливать на небе, где ни ржа, ни моль, ни вор не может украсть и повредить вашему сокровищу. Заготавливайте. Вам нужно будет хорошее наследство. Заготавливайте. Вы знаете, когда мы здесь служим, и вдруг кто-то пришел к нам, два парня вчера, Игорь и Женя пришли, помогали мне. Мы вчера с Алексом разбирали сцену, мы съемки делали, если вы зайдете на мой фейсбук, посмотрите, мы съемки делали, сцены, башня этих волхвов, где они звезду увидели. И вот волхвы увидели звезду, но чтобы звезду снять, вы знаете, мы целый день потратили с Алексом, чтобы построить эту сцену. Мы построили сцену с колонны, там все дела. Мама делала колонны, мы все сварганили. И нужно было разбирать. И мы собирали, разбирали, и пришел Игорь, брат наш. И он пришел, участвовал, помогал, служил. Пришел мальчик Женя, школьник. Здоровый такой пацан, но перспективный. Учится она отлично. И знаете, у него возрождение произошло, он Христа принял, и у него жизнь горит для Бога. Я сел к нему в машину, он слушает христианские песни. Я говорю, почему ты слушаешь христианские песни? А он говорит, я не хочу оскверняться. Вы знаете, я когда посмотрел на него, мне просто сердце за него возрадовалось. И они служили, помогали нам строить сцену, все дела делать, разбирать ее, вот вчера это было. И вы знаете, когда я посмотрел на них, они ни оплату, ничего не получают, но я знаю, что они получают награду на небесах. Потому что они сделали это добровольно, служили, помогали, участвовали. Это было их участие в Божьем деле. Какое благословение, какое благословение они получают на небесах, потому что заготавливают в хороший день. Знаете, о чем вы будете жалеть, когда окажетесь там, перед Господом? И когда ты придешь туда и скажешь, давайте посмотрим ваши здесь счета, что у вас тут, что вы там на земле заложили во время урожайное, чтобы на небесах у вас здесь было что-то. Собирайте сокровища на небесах! Собирайте! Галатам написано, Бог поругаем... Откройте, Галатам 6 глава, 7 стих, кажется. Галатам 6, 7. Откройте, пожалуйста. Здесь написано очень четко. Бог поругаем не бывает. Галатам 6 глава, 7 стих, да. Страница 233. Не обманывайтесь! Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Да, ты не богатырь, ты не здоровый, ты не силач. Но вы имеете как муравьи способность понимать, что если мы сегодня сеем, мы сеем летом, будем жать зимой. Сейте в свое будущее. Сейте в свое будущее. Сейте вечную жизнь. Творите добро. Служите людям. Достигайте, благословляйте, участвуйте, распространяйте. Послушайте меня, дорогие мои. Я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Слушайте. Если вы не сегодня, пока находитесь на земле, не сеете ничего в вечную жизнь, тогда вы, находясь, придя туда, будете очень сильно сожалеть. Не о том, что не купили себе дополнительную рубашку, штаны, машину, еще что-то. Вы будете жалеть совершенно о другом. Вы будете жалеть о том, что вы не сеяли семена вечную жизнь. Муравьи заготавливают семена летом. Был я голоден, и вы не накормили меня. Был я нах, вы не одели. Был я болен, вы не посетили меня. Они говорят, господи, когда это мы тебя не посетили? Когда вы не пришли к одному из малых сил? Когда кому-то не послужили? Когда не открыли свое сердце? Когда не поучаствовали? Вот тогда, именно тогда, если вы не помогли. Вы знаете, собирайте себе сокровища на небесах. Так говорит Иисус Христос. Приготавливайте. Откройте Луки, Евангелие от Луки 12 глава. Луки 12 главу. Откройте, пожалуйста. Мы будем читать вместе. Луки 12 глава. Где-то вот здесь. 33 стих. Луки 12, 33. И ниже. Продавайте имение ваше. И давайте милостыню. Тем самым, приготовьте себе вместилище, неветшающее сокровище, не скудевающее на небесах. Куда бор не может приблизиться, где моль не съедает. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Где ваше сокровище, там будет сердце ваше. Я сейчас, знаете, что хочу? Прямо сейчас мне просто интересно. Я хочу посмотреть в современном Библии, в современном переводе. И сейчас я открою. Знаете, Луки 12, 33. Открываем Луки 12 глава. И я хочу посмотреть, как в современном переводе это сказано. Чтобы было более понятно для каждого из нас. 22, 33. Здесь написаны такие слова. Продавайте имущество и помогайте бедным. Заводите себе кошельки, что не знают износа. Копите богатство, которое не скудевает. Это богатство на небесах. Куда вор не доберется, где моль не съест. Потрясающе. Послушайте. Служите. Вопрос. Вопрос. Собирайте сокровища. Иисус сказал. Был я наг, вы не одели. Был я голоден, не кормили. Был я болен, не посетили. Собирайте себе сокровища на небесах. Собирайте себе сокровища на небесах. На небесах собираются сокровища. Сегодняшнее ваше участие в любом благом деле, безвозмездном деле, дают вам возможность иметь дополнительное участие. Если бы вы меня вчера видели, я вчера грузил на грузовик эти кирпичи, бревна разбирали, крутили. Многие спрашивают, Максим, зачем ты этим занимаешься? Да потому что кто-то должен это сделать. Я помогаю христианскому эфиру, помогаю в съемках фильма. Я за это не получаю ни копейки. Я до трех ночи волхвом ходил. На меня такую штуку одели. Я ходил, снимался. Я не получаю деньги. Я не получаю деньги за это мероприятие. Все, что я делаю, я участвую. По причине желания собирать сокровища на небесах и принимать участие в благом деле. Конечно, если ты принимаешь участие в благом деле и при этом ворчишь, ненаволен, это тогда не благое дело. Бедность. Бедность приходит к тем людям, которые не понимают принцип работы. Откройте, пожалуйста, притча шестая глава. Будем считать из нее. Притча шестая глава. И здесь тоже про муравья написано. Вообще, Соломон обращается к муравью очень хорошо. Это притча шестая глава. И я буду читать. Сейчас скажу, с какого стиха. С шестого по одиннадцатый стих. Пойди к муравью, ленивец. Посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Нету. Никто не гоняет его. Но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, хватит спать, немного поспишь. Десятый стих. Немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. Чуть-чуть полежу. Мама, можно я еще полчасика полежу? И придет как прохожий бедность твоя и нужда твоя как разбойник. Потрясающие слова. Посмотри на муравья. Ленивец это тот, кто бездействует. Муравьи не ждут приказов начальников, не ждут приказов повелителей, не ждут, чтобы им их направляли. Они поступают, они самомотивированы, инициативные. Быть инициативным это мудро. Будь инициативным. У ленивых людей все время возникают проблемы. У ленивых людей постоянно возникают трудности. У ленивых людей постоянно возникают сложности. Ленивые люди, они постоянно чем-то недовольны, они постоянно ропщут, возмущены, ленивые они никогда. Знаешь, когда тебя приглашают принять участие в чем-то, или ты видишь, что есть нужда, но люди трудятся, но делают они, ты видишь, что они делают благородное дело, а ты ждешь оплаты, ты просто поддержи, поучаствуй, прими активное участие в каком-то добром деле, в служении, поддержи, возьми свое сердце, вложи туда свое сердце, будь инициативным, и ты видишь, как благословение придет, но если ты ленивый, ты не принимаешь участие, ты не служишь, ты никому не делаешь добро, не помогаешь никому, как ты можешь ждать, что придет, придет прохожий, бедность, и разбойник придет, они придут тебе, нужда твоя, разбойник, а знаете, нужда, когда приходит разбойник, он разбойчинит, все рушит, разваливается, и все, и ты сидишь в ожидании, ну почему же так, а чего же, да потому, что ты лентяй, не инициативный, не стремишься, не лезешь, ничего не делаешь, ты просто расслабленный, ты ждешь, что, ну вдруг, что-нибудь мне случится, ничего не случится, кроме катастрофы, разбойник придет, и бедность твоя. Следующее, открываем, продолжаем читать это местописание, притча 30 глава, и продолжаем, 25 стих, муравьи народ не сильный, но летом заготавливают пищу, не сильный, 26 стих 30 главы, притча 26 стих 30 глава, горные мыши, опять, народ слабый, муравьи не сильный, мыши слабый народ, слабакири, я слабак, да, но они ставят свои домы на скале. Итак, давайте поговорим сейчас о, поговорим о, мы поговорим с вами о мышках. Дорогие мои, мыши, мыши строят свои дома, куда техника бессильно забраться, горные мыши, народ слабый, у них нет сил, у них нет способностей, у них нет мощи, они не могут противостоять, но они поднимаются высоко, и их достижения не зависят от силы, их достижения зависят от фундамента. Неважно, насколько ты слаб, вы можете иметь достижения, если будете мудрыми, как горные мыши. Для того, чтобы поставить дом на скале, мыши должны быть терпеливыми, мыши должны быть трудолюбивыми. Есть ли у вас такие качества? Способны ли? Достижения бывают только у упертых, трудолюбивых людей, которые стремятся, делают что-то, чем-то в поисках постоянно. Достижения, прогресс, рост бывают у людей старательных, пунктуальных, у людей, которые не сидят спокойно. Знаете, мыши ищут себе пропитание, мыши роют норы, мыши распространяют, они в постоянном поиске, они постоянно ищут еду, они постоянно в созидании, они постоянно что-то делают. мыши созидательные существа. Мыши созидают все, что только они созидают, они ищут, они в постоянном поиске. Я хотел бы, знаете, как мудрость муравья и мышки, вы знаете, подчеркнуто, они слабые. И в Писании сказано, что и те, и другие имеют слабости. У тебя есть слабости. Или муравьинная слабость, или мышинная слабость. Но вы можете достигнуть больших высот. Незначительные люди могут делать значительные вещи, если у них есть мышинная мудрость. Когда мы говорим о строительстве дома, помните, как Иисус сказал притчу? Откройте Матфея, седьмая глава. Евангелие от Матфея, седьмая глава, где он рассказывает притчу в Нагорной проповеди о человеке, который строит дом. Человек, который строит дом. С 24 стиха. Матфея, седьмая глава, с 24 стиха. Написаны такие слова. «Всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу, человеку благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение его было великое. Благоразумный строит на камне. Глупый, безрассудный, на песке». Очень часто мы хотим достичь чего-то, не имея терпения, настойчивости. Знаете, когда ты строишь дом, тебе нужен песок, цемент, тебе нужна вода. Так легко сделать бетон, правда? Вода, песок, цемент. И все это есть возле реки. Возле реки много песка, возле реки много всего, но возле реки нету камня, фундамента. И чтобы построить дом на скале, нужно поднимать весь песок, воду и все на скалу. И сказать, мне неохота таскать на эту скалу, туда наверх. Зачем мне таскать на скалу? Зачем мне таскать на скалу? Здесь я вот возле речки построил. И многие люди всю свою жизнь строят без фундамента, без основания. Они строят в более удобном месте. Не строй свою жизнь там, где полегче. Мне полегче, я здесь буду строить. Не строй свою жизнь, где попроще. Не ищи легких путей. Не ищи. При малейшем дуновении все, что строит ленивец, все, что строит человек, который ищет легких путей, будет разрушено. Почему сегодня у людей рушится? Потому что они строят и ищут легких путей. Они не строят свою... А те, кто строит на скале, они сознательно идут на трудные, но перспективные возможности. Я знаю, что на скале строить труднее, да. Но, послушайте, когда вы строите на песке, вы хотите, конечно же, быстро сбацать. И все будут довольны, что вы построили быстро. Но вы не привыкли строить основательно. В конечном счете вы сделаете самую дорогую отделку, самые дорогие окна, самую дорогую крышу, но у вас нет фундамента. Долготерпение, трудолюбие, настойчивость. Вот эти качества приведут вас к возвышению, к величию, к славе, к благословению. Скала — это прообраз возвышения на скале стоит. Если вы будете строить... Христос скала. Христос — это основание нашей жизни. Не скищите легких путей. Многие мне приходят и говорят, ну что, если я буду верить, что я буду успешен, что толку верить, что толку быть верующим. Вот, у меня толк... Я просто... Я просто... буду, ну, как бы жить по своей жизнью, и все. Какие проблемы? Зачем мне нужны такие проблемы? Если ты так рассуждаешь, дорогой человек, в твоей жизни ожидает тебя великая катастрофа, великое падение, тебя ожидает великое разочарование, тебя ожидает великая боль, если ты будешь строить на песке. Да, ты быстро построишь. Вода, песок рядом. Ты быстро построишь. Но посмотрите, как на мыши. Что делают мыши? Мыши, мышки, они... Они не сильные, они понимают, мы не сильные, но они поднимаются вверх. Я недавно ходил в путешествие, на самые горы такие, знаете, и что я увидел, там мышат, мышки, сноют туда-сюда. Я подумал, как интересно. Я считаюсь для себя героизмом забраться туда, на гору, туда машины не заходят, туда ничего не может заехать, только пешком. Я поднялся и чувствую, я чемпион. И вдруг выглядывает мышка и говорит, что ты радуешься, мы тут живем. И я подумал, как интересно, я только забрался туда, а они там живут. Наверняка они чемпионы всю свою жизнь, жить в таком чемпионском, в чемпионской позиции, построить свои дома в правильном месте. Ваш дом, ваш дом, это ваша жизнь, ваша судьба. У тебя нет второй жизни, у тебя нет второго повтора, у тебя нет невозможно еще раз прожить жизнь. Давайте еще раз проживем жизнь, чтобы все было классно. Я понял! Тебе не нужно к концу жизни понять смысл жизни, цель жизни. Знаете, многие говорят, я к концу жизни понял цель жизни, но теперь нет времени идти туда. если у тебя к концу жизни нет времени идти к цели жизни, зачем тогда ты жил жизнь? Очень важно сначала понять цель жизни, сначала уловить направление и потом двигаться к ней. Я буду молиться, чтобы до вас пришла мудрость муравьев и мышей, мудрых муравьев и мудрых мышей. Они заготавливают пищу заранее и строят дома свои высоко на скале. Во имя Иисуса Христа я говорю благословение. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я благословляю ваши жизни. Я благословляю ваше хождение. Я благословляю вашу судьбу. Да пребудет с вами Господь, да направит вас, да поддержит, да коснется Господь вас, да изольет от Духа своего. Благословляю. Пусть Божьи благословения будут с вами, да откроет Господь окна небесные, да коснется вас. именем Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем Аминь. Благодарю вас за участие. Благодарю вас за партнерство. Благодарю вас за верность. Вместе мы можем многое сделать. Ваше участие, ваше десятины и приношения помогают нам распространять Евангелие. Я вас ничего не прошу, но просто вдохновляю вас. Поддержите благое и доброе дело и увидите, ваша награда будет велика на небесах. Подстаньте партнерами христианского эфира, христианского телеканала СНЛ. Участвуйте, благословляйте, служите, молитесь. Помогайте нам распространять Евангелие по всему земному шару. Мы это делаем с радостью, с ревностью, со стремлением. Мы хотим, чтобы Евангелие вошло в каждый дом. Чтобы Иисус мог войти в каждое сердце. Мы распространяем проповедами Евангелия. Я постоянно получаю письма от людей, которые благодарят и говорят, спасибо, Максим, за вдохновение. Спасибо, Максим, за твои проповеди. Спасибо за эфир СНЛ. Я благодарю Бога за каждого из вас. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Сегодня с вами был Максим Максимов. Это был прямой эфир. У меня последние пять секунд остаются. И я хочу сказать вам, да благословит вас Господь и сохранит. Мы встречаемся каждый день здесь, кроме субботы и понедельника. Подключайтесь в домверы.ру. Я жду вас. Благословения. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!